Как помочь мужу справиться с жадностью к деньгам, если он сам сознает это и страдает? Жадность не бывает у одного человека в семье. Она бывает двойной всегда. Есть мужская жадность и женская жадность. Они разные. Если у мужчины к деньгам жадность, у женщины может быть жадность к отношениям, допустим. Она может мучить отношениями человека. В вашем случае, если вы хотите конкретного ответа, поднимите руку, я скажу, какая у вас жадность. Это не сложно сделать. Есть человек? Есть. То есть это вы мужчина написали, да? А где женщина? Не-не-не, это записка про жадность, если девушка говорит молодому человеку. А, нет. Как помочь мужу справиться с жадностью? А? Вы, да? У вас жадность к близким отношениям очень сильно выражена. Вы мучаете мужа, желание, внимание. Так или нет? Так. Это тоже жадность. То есть, как вам помочь в этом? Вот у вас есть такая жадность. Как вам помочь? Не знает? Так же ему невозможно помочь. Жадность — это нехватка счастья. У каждого своя жадность в этом мире. У всех есть жадность. Она просто у всех разная. У кого-то в одном направлении, у другого в другом. Допустим, ко мне сегодня пришла девушка на консультацию. Я там познакомствовал, несколько консультаций в день даю. Она не может остановиться и хочется кушать постоянно. Причина заключается в том, что она не замужем. Когда она выйдет замуж, это энергия, та же самая энергия, которая заставляет ее переедать. Она уйдет в отношения, потом в зачатие ребенка, и она избавится от этой болезни. Жадность означает... Жадность — это желание любви. И если человек не имеет духовной силы, чем больше у нас духовных отношений с Богом, тем меньше проблем с этой жизнью. Каких-то вообще проблем. Потому что все проблемы означают просто, что энергия не туда пошла. Мы не должны в этом мире слишком много хотеть вообще в целом. Но мы хотим, потому что человек не может жить без любви и без желания. Просто желания, и они идут или в духовную сферу, или в материальную, одно из двух. Если человек развивает духовную сферу, он в материальном плане успокаивается. Это не значит, что он становится таким инфантильным человеком в материальном плане, что ему не нужно денег, работы, живет как трутень. Нет. Успокаивается означает, что он живет спокойно. У него нет каких-то излишеств, чрезмерного, ничего ему не надо. Это признак того, что духовной силы у него очень много. Иначе человек не может быть в гармонии с самим собой без духовной силы. Жадность у мужа означает вашу жадность. Вот и все. У вас в одном жадность, у него в другом. И это означает просто ваше несовершенство. Что делать? Простить мужа. Понять, что это признак его несовершенства. У вас есть свое несовершенство. Вы его принимаете в своей жизни. Вам нормально от него. Так же ему от его несовершенства нормально. Поймите это. Каждый человек очень сильно заточен на себя в жизни. Ему очень трудно понять другого. Но если вы не будете пытаться это сделать, у вас не будет счастья в жизни. Вы услышали меня? Но повышайте духовный уровень семьи. Больше думайте о Боге. Читайте духовные литературы. Смотрите нравственные фильмы. Постепенно вы почувствуете облегчение. Веда говорится, что духовное знание гасит вот эти страсти материальной жизни, как дождь гасит лесной пожар. Пока дождя нет, лесной пожар может очень сильно разгораться. Но достаточно одного ливня, и он полностью может загасить весь огромный лесной пожар. Понятно, да? Точно так же, как дождь гасит лесной пожар, так и ваше усилие в сторону духовного развития погасит ваши вот эти страсти, эти излишества, которые всегда очень больно отражаются друг на друге. Люди в страсти, они очень мучаются в отношениях, потому что отношения безудержные. Есть какие-то безудержные идеи, желания в сердце, которые невозможно остановить. Люди в благости живут в гармонии, потому что все их излишества уходят в духовную жизнь. А люди в невежестве, они вообще не могут жить вместе. У них не бывает семей. Они могут мучиться просто друг с другом, но не жить. Понятно, да? Чем характеризуется наше время? Наше время характеризуется тем, что поменялись, кардинально поменялись ценности людей. Раньше в древней культуре основная ценность была, это духовная жизнь. Нравственность, духовность, это были основными ценностями людей. Люди молились перед едой, после еды, утром, вечером. То есть они жили в отношениях с Богом, в молитве, в раскаивании, в отношениях с наставниками. Мы даже сейчас не понимаем, о чем. Мы не понимаем, о чем речь вообще. Вот я сейчас говорю об этом, и думаю, а что за жизнь? Потому что у нас кардинально поменялась жизнь вообще в целом. Основная идея жизни сейчас — это жизнь не внутренняя, а внешняя. Внешняя жизнь по факту означает просто зарабатывание денег и создание себе удобств. Люди в основном считают, что удобство, комфорт, положение в обществе являются теми основными вещами, которые приносят счастье. А большинство людей настолько сильно в этом убеждено, что у них даже идеи нет, что есть как-то по-другому бывает. В плане внутреннего развития люди полностью не образованы. Но поймите такую вещь, что если человек не развивается внутренне, то он внутренне деградирует. И деградация всегда идет определенным образом. Давайте разделим людей на несколько категорий в этом плане. Возьмем, допустим, женщину, которая занимается духовной практикой и работает над собой. Эта женщина, у нее происходят следующие изменения. У нее характер становится более женственным, и мужские качества характера отваливаются. При этом она может сохранять женские недостатки. То есть женские недостатки являются тем, что не сильно плохо влияет на личную жизнь и на жизнь вообще. У женщины есть женские недостатки. Это ранимость, это обидчивость, лень, некоторая заторможенность, страх, депрессивность некоторая. Это естественные недостатки женщины, которые не сильно влияют на жизнь в отношениях семейных, потому что есть естественные недостатки, есть естественные преимущества мужчины, которые нейтрализуют эти недостатки. Так, например, депрессивной женщине достается очень гиперактивный мужчина, который ее растормаживает все время. Если женщина обидчивая, то ей достается человек, который способен прощать чаще всего. Если женщина всего боится, то ей мужественный муж достается, который ничего не боится вообще. И так далее. Отключайте свои телефоны, не мешайте нам читать лекцию. У нас очень ценное время сейчас. И так. Естественные недостатки женщины не мешают ей, по большому счету, жить, потому что они находят прибежище в мужчине. Но есть неестественные недостатки женщины, которые развиваются из-за того, что человек из благости переходит в страсть. Когда женщина переходит в страсть из благости, у нее появляются следующие недостатки. Первое. У нее появляется сильное желание обеспечить себя самой в жизни. Не надеяться на мужа, на семью, на родителей, что естественным является для женщины, а пытаться самой стать, утвердиться в жизни самой и стать самой крепкой. Крепко стоять на ногах. У женщины появляется такое желание. Это желание перетягивает психическую энергию женщины в мужскую сторону. В результате женщина становится работоголиком. Она начинает очень много работать, начинает постоянно думать о том, как ей утвердиться в обществе, в жизни. У ней начинают страдать гормональные функции постепенно. У ней портится настроение. Она становится очень жесткой в характере. Не мягкой, а жесткой. Это признак того, что женщина стала современной. Современные женщины очень жесткие сердцем. Много работают. Имеют склонность к бесплодию. Склонны также курить. Им очень трудно построить отношения в семье. Если они выходят замуж, то выходят замуж за мужчин слабохарактерных. Тех, которые вообще работать не хотят, дома сидят. Или работают с трудом. Смотрите, получается переворот в характере такой. То есть у женщины, которая склонна к тому, чтобы устроить самой свою жизнь, потому что когда женщина занимается внутренней жизнью, она получает защиту от Бога. Эта защита выражается в виде нежности, красоты, отзывчивости, смирения, скромности и так далее. Чем больше таких черт у женщины, тем она мужественнее, сильнее, ответственнее получает себе мужа в жизни. В результате ей не нужно работать, потому что женская энергия любви — это самая главная энергия в мире. Она очень нужна обществу и семье. Если женщина начинает работать, тратит время и силы на это, то общество высыхает, оно становится холодным. Потому что женщины создают тепло в этом обществе. Именно женщины должны заниматься благотворительными проектами, должны заботиться о территории вокруг дома, должны создавать отношения между родственниками, должны заниматься детьми, должны заботиться о престарелых, о сиротах, о несчастных людях, друг о друге, обо всех остальных. То есть женщины должны создавать в обществе теплоту и любовь. «Выйду на улицу, гляну на село, Девки гуляют, и мне весело». Но у нас сейчас девки не гуляют по улице. Хороводы не водят, песни не поют. На лавочках не сидят, не улыбаются. Сидят дома с тупым выражением лица после работы, потому что сил эмоциональных не остается ни на кого. Ни на мужа, ни на детей, ни на себя. Ни на того, чтобы зачинать детей, ни на то, чтобы рожать, ни на то, чтобы поддерживать отношения в семье, ни на то, чтобы поддерживать отношения с родственниками, ни на то, чтобы любить, создавать энергии любви. И энергии любви из женщины исходят, а не от мужчин. Большинство женщин вообще не верят, что если они не будут сами защищены своей квалификацией, специальностью, что кто-то их защитит. Они считают, что на мужчин полагаться нет смысла в это время, в наше время, потому что они все ненадежные. И это правда. Но женщина, которая работает над собой и развивается духовно и нравственно, и теряет сильный интерес к работе, как результат, она находит в себе без всякого сомнения того человека, который находится и живет по-другому, который находится на другой платформе. При этом надо понять, что это вопрос многих лет работы над собой, а не пяти минут. Чаще всего в наше время, даже если вы начали работать над собой, вам все равно придется найти себе мужа слабохарактерного, который больше склонен себе дома и готовить еду, нежно разговаривать и ходить по кухне с кастрюлями греметь. А вы будете упасниваться и зарабатывать деньги. Это результат деградации современной культуры, потому что первый этап недостатки сначала у человека развиваются естественные женские недостатки у женщины. Потом начинают появляться мужские черты характера, которые она вовсе недостатками не считает. Например, она считает, если я много работаю и крутая такая, мне должен еще круче муж достаться. Ну какой дурак будет с такой женщиной жить? Кому она нужна такая крутая? Она не слушается, не смиренно себя ведет. Зачем к серьезному, сильному мужчине такая же серьезная, сильная женщина? Зачем она ему нужна? Она ему не будет никогда нравиться, потому что с ней одни проблемы. Она же независимо себя ведет. Такая женщина может найти только мужчину, который ведет себя как лебедушка. Такой мягкотелый, такой нежный, добрый, совсем согласен, работать не хочет. Понятно, да, системы? Если взять мужчин, то то же самое. Есть естественные мужские недостатки. Это грубость, гневливость, склонность погружаться в деятельность, невнимательность, невозможность сосредоточиться на близких отношениях, и трудность сосредоточиться на близких отношениях. Это естественные недостатки мужчины. Но когда мужчина не занимается духовной практикой, работой над собой, то в результате его психика перестает быть мужской. Мужчина постепенно начинает думать только о сексе. Это первый признак того, что мужчина деградирует. И лишь согну слезу рукой, и снова вижу образ твой Мадонны. У нее другая Мадонна просто там, перед глазами. Просто голая женщина, и все. И он постоянно думает об этой голой женщине, но он не может от этого отвлечься. В результате психика наполняется мужчиной женской энергией. Настоящий мужчина, он думает прежде всего о своем долге в жизни. Конечно, мужчины не могут устать перед энергией любви, которая исходит от женщины. Но мужчина, который может контролировать себя, такой мужчина очень дорог всем, в том числе и женщинам. Женщина не любит мужчину, который постоянно ходит за ней по квартире, ноет, хочет внимания. Она устает от такого человека. И нужен человек, который спокойно к ней относится, сдержанно. Так женщина и нет. Который способен принять ее эмоции, спокойно себя вести, мужественно, успокоить. У которого есть цель в жизни, какое-то важное дело. Первым делом, первым делом. Самолеты. Ну а женщины? А женщины потом. Так должен быть настроен мужчина. Потому что если он не будет так настроен, то женская энергия разрушит его жизнь. Да, мужчина сильно погружается в женскую природу, начинает думать о сексе, о женщинах. Он теряет себя. Он становится очень мягкохарактерным, слабохарактерным, ленивым. Он не может волевые усилия прилагать для того, чтобы работать над собой. У него появляются вредные привычки. Он начинает выпивать. Потому что вино, первое, что она делает, она поддерживает половую энергию в теле. Желание наслаждаться жизнью поддерживать. А чем мужчины пьют? Потому что им надо больше этого желания. Они хотят наслаждаться балдеть. Они хотят балдеть, наслаждаться жизнью. Для мужчины балдеж — это женская энергия. Водка тоже имеет женскую энергию. Вино женской энергии. Таким образом, видите, когда человек деградирует, у мужчины появляются два типа недостатков. Первое — половая распущенность. Второе — пьянство. Это признак деградации мужской уже. Такие мужчины, которые сильно привязаны к этим двум недостаткам, они обычно бывают безвольными, грубыми. Ну, то есть даже не грубыми, а подлыми. Они ведут себя очень нечестно в семейной жизни. Потому что честность — это мужское качество характера. Мужчина сказал, мужчина сделал. Но когда мужчина склонен к чрезмерному сексу, у него теряется возможность быть честным. Становится хитрым, как лиса. Ему очень трудно работать над собой, заставлять себя что-то делать. У него теряется интерес к работе вообще в целом. Начинает выпивать. Становится плаксивым, нутным. Распущенным. И в современной культуре слово «мужчина» даже, оно атрофировалось. В древней культуре мужчина означало что-то другое. Мужчина означало храбрость, ответственность, сила. Признак мужчины. Мужик ты или не мужик? В древней культуре означало три вещи. Храбрость, ответственность, сила. Мужик ты или не мужик? Храбрый ты или нехрабрый? Мужик ты или не мужик? Ответственный или неответственный? Мужик ты или не мужик? Сильный ты или слабый? Понятно, да? Это в той культуре, где мужчины были мужчинами. Сейчас слово «мужик» или «не мужик» означает две вещи. Первое — сколько ты сможешь сексом заниматься. Второе — сколько ты можешь выпить. Согласны со мной? «Мужик» или «не мужик» — всё означает. Секс. «Мужик» или «не мужик» — что означает? Выпитка. Всё. Это как раз те вещи, которые разрушают мужскую природу. Всё перевернулось с ног на голову. Мир перевернулся кверх ногами. Причина заключается в том, что утрачено понимание, что такое счастье. Люди думают, что счастье заключается в том, чтобы себе квартиру, заработать на квартиру и иметь хорошую работу. Это очень глупо так думать, потому что от этого ничего не меняется в нашей жизни вообще. Жизнь соткана из отношений. Если у вас нет любви, вы не способны быть мужчиной, не способны быть настоящей женщиной. Как вы сможете жить счастливо? Хоть сколько бы у вас не было денег. Я анализировал это всё. Мне судьба подарила много чего. Я отдавал консультации очень известным людям, известным звёздам эстрады. Жизнь ужасная у этих людей. Ничего хорошего в их жизни вообще нет. Одна подлость, один разврат, одни измены. Просто страшная судьба. Врагу не позавидуешь так жить. Я консультировал очень богатых людей, которые обычно не имеют близких отношений с жёнами и детьми, потому что все хотят от них только денег. Богатство забирает близость. Люди, когда очень много денег имеют, с ними, к ним все относятся очень цинично. Вот, допустим, перед вами сидит директор завода. Вы можете, просто поговорив с ним пять минут, получить классную работу себе. Он к вам очень доброжелательно настроен. Он сидит перед вами. Сколько вам усилий надо приложить, чтобы подумать о нём в это время, а не о том, что от него сейчас взять? Сколько вам в сердце надо усилий приложить, чтобы подумать о нём? Понимаете, о чём я говорю или нет? Что когда человека слишком много, то он становится объектом насилия со стороны окружающих людей. Богатый человек думает, что он всех эксплуатирует. На самом деле все эксплуатируют его. Все хотят от него денег, все хотят от него внимания, все хотят его власти. И он даже не может по душам поговорить, потому что он боится. Любой такой разговор приводит в конечном счёте к тому, что его обманывают и пытаются использовать его. Очень трудно устоять перед желанием что-то попросить у такого человека. Когда все у него просят, жизнь становится невыносимой. Точно такой же отпечаток делает власть. Когда человек очень имеет много власти, ему это очень трудная жизнь. Потому что власть накладывает очень большую ответственность. Каждый шаг, каждая мысль, каждое слово у такого человека должно быть очень обдуманным. Он не может лишнего сказать, сделать. Иначе может вся страна пострадать. Или то, за что он отвечает. Этого человека постоянно хотят убить, свергнуть, уничтожить. У него очень много врагов. Власть всегда рождает вражду. Видите, я вам сказал про деньги, положение в обществе. Популярность, слава, деньги, власть, слава. Три вещи, которыми мы стремимся сейчас в жизни. Неукротимы. Все они приводят к печальному результату. В конечном счете. Все это накладывает трудности, увеличивает трудности жизни. Таким образом, современная культура, она имеет неправильную направленность в жизни. Она не к тому ведет общество. И мы очень сильно подвержены влиянию этой культуры, потому что все самые лучшие фильмы, все самые лучшие произведения сейчас направлены на эти три вещи. Если мы смотрим фильм, обязательно кто-то добивается там власти, или славы, или денег. Доказывает, что он крутой всем. Но очень мало таких чистых и честных красных фильмов, которые действительно облегчают сердце, делают жизнь прекрасной. Например, как фильм «Остров», или фильмы про жизни святых людей. Есть фильмы про Иисуса Христа, там, и так далее. Я недавно посмотрел фильм многосерийный, называется «Фарук Амар». Этот фильм про зарождение Ислама, про то, как появился пророк Магомед, это удивительный чистый фильм возвышенный. Я смотрел, у меня просто было такое счастье в сердце. Я смотрел его с непреклонным счастьем, потому что я видел чистые отношения между людьми, веру, глубину и так далее. Хоть там много было всяких сражений, но, тем не менее, там много было и любви. Таким образом, мы видим, что капли, жемчужины настоящей жизни, настоящей чистоты и настоящего счастья в обществе все-таки есть. Они остались. Но это общество отложило на нас отпечаток уже не в первом поколении. Проблема заключается в том, что уже в прошлой жизни мы уже так жили. Когда женщина очень много работает в этой жизни, ведет себя вот так, пытается быть успешной женщиной, то в следующей жизни она рождается слабохарактерным мужчиной. Потому что женщины всегда тянутся к мужчинам, мужчины к женщинам. О чем бы человек ни думал в своей жизни, такое тело он получает в следующей жизни. Женщины получают мужское тело, мужчины, женское. Вы можете даже заметить, что с возрастом женщины становятся грубыми. Бабушки все такие напористые, такие активные. Все гоняют по подоконникам такие. Уже мужские черты переходят, естественно, к женщине в возрасте. А мужчины, дедушки такие, все как бы такие, ходят как божьи дуванчики. Никого не трогают, такие мягкие и добрые. Заметили, да, что с возрастом такие вещи происходят? Это значит, что дедушка уже почти женщина. То есть он уже тонкое тело, у него уже женскую природу имеет. Он в следующей жизни родится женщиной. А эта бабушка уже почти мужчина. Она уже готова к мужское тело принять в свою жизнь. Это нормально, нормальный ход событий. Но проблема заключается в том, что если человек не занимается духовной практикой, то эта бабушка, она в следующей жизни родится слабохарактерным мужчиной. Мужчиной, который будет склонен сидеть дома, по природе. Ему не будет хотеться работать. Ему будет хотеться выпивать, заниматься сексом целыми днями. Понимаете, и как бы у него будет такой характер, распущенный, разнузданный. Я московский озорной гуляка Невского-Тверского околодку. В переулке каждая собака Знает мою легкую походку. Такие песни были и раньше. Но сейчас их стало больше. А мужчина, который жил вот такой жизнью, разгульной, распутной, рождается женщиной, склонной к сухому поведению, жесткому такому. Больше работать, гонять мужа по подоконникам, ненавидеть его и считать его глупцом. Я умный, это дурак. Когда женщина так думает, это признак деградации. Признак сильного разума у женщины заключается в ее смирении. Смотрите, как устроена интересна психика. Женщина, когда смотрит на себя в зеркало, думает, Господи, какая я хорошая. Какому дураку досталось? То есть женщина, когда смотрит на себя, она видит только хорошее. Потому что у нее все самое лучшее, у женщины все наружу выходит. Все черты характера самые лучшие у женщины снаружи. А у мужчины все внутри. И поэтому женщине очень трудно в целом считать, что она не права. Очень трудно. Потому что она говорила правильно, нежно, в упасти не говорила. В чем же ее неправда? А он дурак все время орет. В чем же его правда? Видите, женщине по природе трудно понять свою неправоту. Почему? Потому что все идеально соткано. Все классно. Внешне. Но разумная женщина — это та, которая всегда понимает свою неправоту. Она всегда мнение мужа ставит выше своего. И чувство долга она это делает. Даже если она чувствует, что она права, она все равно соглашает с мнением мужа, его послушать. Так ведет себя разумная женщина. Неразумная женщина никогда не слушает своего мужа. Она всегда себя считает правой. И неразумная женщина себя считает очень разумной. Особенно по отношению к моему мужу. Особенно по отношению к нему. Разумная женщина видит достатки, преимущества своего мужа. Культивирует в нем эти преимущества. В результате разумная женщина в отношениях с мужем ведет себя очень скромно. А неразумная пытается контролировать все отношения. В основном сейчас в обществе неразумные женщины. Так же, как неразумные мужчины. Разумный мужчина берет на себя ответственность. Он может быть строгим, сильным как личность. Может немножко грубоватым быть. Но он не позволяет унижать себя. Но однако же разумный мужчина очень благородный. Он позволяет женщине иметь неестественные женские недостатки, обижаться, быть эмоциональной, говорить глупости. Он не сильно обращает на это внимание. Спокойно к этому относится. Неразумный мужчина постоянно реагирует на слова женщины. Каждое слово для него проблемы. Потому что неразумный мужчина очень сильно привязан к женщине, к сексу, к отношению с ним. Поэтому эта привязанность делает отношения болезненными. Поэтому, что бы ни сказала жена, неразумному мужчину очень раздражает. Он на каждое слово реагирует, и каждое слово для него заканчивается демагогией. Что бы она ему ни сказала, он постоянно из этого начинает делать философию и портит ей жизнь таким образом. Разумный мужчина спокойно относится к словам женщины. Сегодня она сказала одно, завтра скажет другое. Она спокойно реагирует. Психика женщины как волны. Она постоянно меняется. Сегодня одно, завтра другое. Он спокойно относится к этим движениям волны. Так же, как скала, спокойно относится к бухающему морю. Но для того, чтобы стать разумным мужчиной, надо поменять концепцию жизни. Сейчас все думают, что деньги, власть и слава — это самое главное в жизни. Они ошибаются. Это то, что разрушает жизнь. Деньги нужны — это факт. Нужно хорошее положение в обществе — это факт. Нужно влияние — это факт. Какая-то власть нужна — это факт. Но это не должно быть главное в жизни. Это на втором месте должно стоять. А главное — это то, что приводит человека к счастью. Это работа над собой, работа над отношением, прощение. Пытаться принять близкого человека, о чем я вчера говорил. Это приносит гармонию и счастье в жизни. Итак, смотрите, современные отношения заключаются в том, что мы чаще всего уже родились по второму разу в той концепции неправильной, которая приводит к страданию. Поэтому женщины чаще всего уже в это рождении склонны быть немножко по-мужски жить. А мужчины склонны по-женски. Поэтому они меняются череп местами, женятся в такой ситуации. И это не значит, что все будет плохо. Это значит, что путь к хорошему чуть-чуть подольше будет длиться. Это значит, что надо принять вот того мужа своего таким, какой он есть. Потому что если женщина думает, блин, что ты у меня такой какой-то слабохарактерный, это значит, что ты тоже такая же, только по-женски. Муж и жена — одна стана. Не думайте, что вам достался человек хуже, чем вы. Это безумие так думать. Свои недостатки незаметны, чужие очень сильно видны. Каждый человек имеет одну тайну в своей жизни. Тайна заключается в том, как он мучает близкого человека и чем. Это для него большая тайна. Ему кажется, что он меня мучает все время. Это тайна для каждого человека. Разгадать ее очень непросто. Непросто. Для этого надо иметь наставника, молитву, раскаяние. Много-много работы над собой, прежде чем разгадать эту тайну, как ты мучаешь близкого человека. Не как он тебя мучает, это понятно всем. А как ты его мучаешь? Но есть еще третье поколение, понимаете? Проблема в том, что на втором-то ничего не заканчивается. Есть еще третье поколение. Женщина, которая стала мужланской такой, в третьем поколении, если она продолжает такую жизнь, она рождается с половыми расстройствами. Ее не привлекают уже мужчины. Ну, то есть она рождается женщиной в следующей жизни. То есть она рождается мужчиной в следующей жизни. То есть она, женщина мужланского склада, рождается мужчиной очень мягко характерной совсем. И у нее начинаются половые расстройства, которые выражаются в том, что вообще ему не хочется женщин. Ему хочется жить с мужчинами. Не ругайтесь. Если человек болеет, не надо его обзывать. Поймите такую вещь, что эти расстройства половые, это большая проблема общества. Причина этих расстройств заключается в том, что человек утрачивает естественное обвлечение к противоположному полу. Его тянет к тому же полу, что и он. Это реальная трагедия. Я сталкивался с этим, когда люди начинают пытаться менять себя в жизни, они чувствуют себя очень плохо. Они чувствуют, что путь очень далекий до того, чтобы стать нормальным человеком. Потому что очень много уже пройдено неправильного пути. Таким людям очень тяжело возвращаться назад, им легче принять новую философию, что браке однополые — это хорошо. Точно так же те люди, которые стремятся сексом с детьми заниматься, а им тоже хочется принять эту философию, когда такую философию общество людям дает, они с удовольствием ее принимают. Они говорят, вот видите, наконец-то восторжествовалась справедливость, и люди поняли, что сексом с детьми заниматься правильно и хорошо, потому что дети тоже хотят секса с взрослыми. Потому что дети такие рождаются, которые хотят сексом с взрослыми заниматься. Маленькая девочка хочет сексом с стареньким дяденькой заниматься. Понимаете, это признак извращения полового. Это признак деградации культуры. А также уже есть люди, которым уже с людьми сексом не хочется заниматься, им хочется заниматься с животными. Понимаете, о чем я говорю или нет? Эти все извращения начинаются просто с того, что мы приняли, что главное в жизни — это деньги. И это называется культура потребления. Не культура внутренней жизни. Счастье в комфорте, достатке, возможности все иметь. Эта культура, она очень сильно культивировалась уже с 20-х годов прошлого столетия на Западе и в Америке. Сейчас она достигла апогея там. Понимаете, есть страны, в которых сохраняется правильная культура. Например, Индия, Иран, Ирак, Саудовская Аравия, там Арабские Эмираты. Мы можем видеть там, вот допустим, в Индии процент разводов всего 1%. Потому что люди сохраняют правильные черты. Их характер правильный. Женщины женственные, мужчины мужественные. Понимаете? Потому что нравственная культура является основой жизни в этих странах. Но есть страны, в которых уже нравственностью не пахнет совсем. И в этих странах есть особенность. В них однополые браки становятся все более и более развитыми. Понимаете? Что это становится государственными правилами жизни уже. Потому что государство ничего не может сделать с такими людьми. Они требуют своих прав, потому что им тоже надо как-то жить. И эти права у них так сильно горят в сердце, что они скандируют, демонстрации устраивают и приносят большие бескорядки в обществе. В результате государство принимает решение о разрешении однополых браков. Но они не останавливаются на этом. Они требуют, чтобы всем давали однополое воспитание. Например, в Швеции или в Швейцарии? Путаюсь. В Швеции сейчас на государственном уровне принимаются такие законы, что детей воспитывают в школах однополых. Бесполых даже школ. Там нет пола. И учебники пишутся тоже бесполовые. Не царь с царицей, а правитель номер один и правитель номер два. Понимаете, о чем я говорю или нет? Это страшная вообще вещь. Дети утрачивают вообще понимание, что есть половая какая-то культура. Это означает, что они утрачивают понимание нравственности и безнравственности. То есть у них уже нет травственности и безнравственности. Женщина отбедивается, как мужчина, мужчина как женщина. Занимаются в сексом перемешку и так далее. Стеряется всякий смысл вообще в том, что такое нравственность. Это результат неправильно направленной жизни. Это не то, что эти страны такие глупые, что у них вот так вот все рождаются такие люди. Это признак просто неправильного мышления. Мы выбрали не тот путь жизни, понимаете? Путь, направленный на материальное процветание, всегда приводит вот к этим страшным вещам. Это описано в священных писаниях, в ведах, это все разложено по полкам. И так мы живем в более тяжелых условиях личной жизни. Это не является случайностью. Женщины более мужественные, мужчины более женственные, это нормально. Надо начать заниматься духовной практикой, работать над собой, слушать лекции. Сначала слушать лекции, потому что сил, работая над собой, у человека нет сначала. Все силы идут на поддержание себя. Понимаете, жизнь сковывает человека в тех правилах, в которых он живет. Допустим, если он живет в правилах сил и страсти, то тогда у него нет времени на молитву. У него нет ни времени, ни сил, ни желания. Он скован в этой жизни, ему надо много работать. Ему он устает после работы, у него нет сил работать над собой. Тем более, что у него нет привычки. Он включает опять кабельное телевидение, смотрит там дефективы всякие. И он думает, что это как-то ему поможет в жизни. Это просто снимает напряжение чисто внешне. Внутреннее же напряжение остается, потому что, если человек не очищает свое сердце изнутри, его жизнь становится сухой и тупой. Понимаете, все отношения живут в сердце. Для того, чтобы там они жили, его надо чистить, как мы зубы чистим каждый день. Когда сердце чистое, то оно очень нежно и по-доброму воспринимает этот мир. Вот мне для того, чтобы вам по-доброму воспринимать, нужно было сегодня с утра заниматься духовной практикой. Очистить свое сердце. И у меня теплое чувство к вам. Это естественно, нормально должно быть для каждого человека. Если бы я занимался чем-то другим, у меня сердце было бы блок просто. Я бы рассказывал лекцию без сердца вот так вот. Слышите меня? Нет, что я говорю сейчас? Нет? Понимаете, о чем я говорю или нет? Люди, которые не работают над собой, сердце не открывают, они общаются очень формально друг с другом. У них нет глубины, а если они неформально общаются, то они эксплуатируют друг друга. Как у тебя дела? Желание наслаждаться человеком. Не теплые слова, а вожделенческие слова. Это разные вещи. Для этого не надо открывать сердце, для того, чтобы наслаждаться человеком. Плестить ему. Для этого не нужно открывать сердце. Для этого достаточно просто побалгеть рядом с человеком. Настроиться на то, чтобы его эксплуатировать, его энергией любви. Чем сейчас люди и занимаются? Кончилась эксплуатация, кончилась семейная жизнь. Поэтому незачем создавать семьи. Видите, в западной культуре... В западной культуре очень сейчас развиты гражданские браки. И браки, в которых нет особой ответственности друг перед другом. Причина заключается в том, что люди уже чувствуют, что долго вместе не проживем. Они почувствовали, что сколько можно человеком наслаждаться, какое-то время. Потом все равно придется неизбежно расставаться. Это чувство, необходимость глубоких отношений атрофируется в такой культуре. А, это там кто-то хочет, чтобы вы убрали свою машину. Надо организаторам сходить и узнать, чью машину надо убрать. Пошли, да? Пошли, да. А? Красную. Красную? Да, красную. Красную, 18. Ну, в общем, вы сами поняли, да, о чем я делаю. Я разбираюсь с машиной. Вы заскучали, да? Все нормально? Какой выход? Не думайте, что вот то, что я сейчас рассказал, это все типа безнадега. Это не безнадега. Все можно исправить, причем довольно быстро. Когда вы начинаете работать над собой, то все меняется. Женщина становится женственной, мужчина становится мужественным. Но сначала надо немного потерпеть. Надо сначала близкого человека принять таким, какой он есть. Вы скажете, ну я буду работать над собой, он какой был, такой остается. Это неправильно так думать. Понимаете, энергия любви и нравственности, она в семье одна, она на двоих одна. Если вы свое сердце меняете, в сердце пробиваетесь близкому человеку с помощью молитвы, работы над собой, то сердца ваши работают синхронно. Это значит, что этот человек будет изменяться незаметно сам для себя, а вы будете изменяться заметно. Как айсберг тает снизу, так и психика близкого человека, который не работает над собой, а просто пользуется плодами вашей работы над собой. Она меняется незаметно изнутри. Потом происходят кардинальные перемены резко. Айсберг переворачивается, когда подтаял сильно изнутри. Так и близкого человека обычно нужно где-то 2-3 года на этом. Айсберг сердца близкого человека тает 2-3 года. Поднимите руку, у кого изменились отношения в результате слушания лекций, работы над собой, поднимите руку. Смотрите в зал. Сейчас мы статистику проводим. Ага, увидели, да? Теперь, у кого из вас отношения изменились за полгода, поднимите руку. Смотрите, видите, очень мало рук. У кого за год? У кого за два года? У кого за три? Видите, за три никто уже не поднял. Надо где-то от полгода до двух лет, чтобы изменились отношения. Видите? Но ни у кого за один день не поменяются. Мы слишком быстро всего хотим чаще всего. Как сохранить семью в современном обществе? Например, если бы это было 150 лет назад, и ко мне пришел бы человек и сказал, мы живем без росписи друг с другом. 150 лет назад я бы сказал, немедленно идите расписываться, иначе я вас опозорю перед всем селом. И из страха люди бы побежали расписывать. Сейчас этим никого не опозоришь. И больше того, это невозможно. Допустим, у вас гражданский брак, ничего страшного. Это значит, что вы идете по дороге к росписи. Вы до этого шли по дороге к разводу. Гражданский брак создается для того, чтобы идти по дороге к разводу. Всегда. По-другому не бывает. Не надейтесь на это. Не рассчитывайте. Нет клятвы в жизни, нет отношений. Это просто эксплуатация друг друга. Понаслаждались, выплюнули. Это гражданский брак. Все. Других вариантов нет. Нужно клятву. Но если вы решение приняли создать семью сейчас, то тогда вы пошли к росписи. Не думайте, что это прямо сейчас, через 5 минут вы придете к росписи. Но нужно какое-то время. Вы решили, что вам надо расписываться. Мужчина вы или женщина не имеет значения. Просто идите в эту сторону. Начните говорить с близким человеком об этом. Начните пробиваться к его сердце в молитве с утра. По желанию ему счастья. Пытайтесь установить отношения в сердце. Сначала о чем я говорю, очень трудно понять. Но когда вы установите отношения в сердце, будут признаки. Я вам сейчас это пишу. Первый признак. Вы будете видеть человека таким, каким вы его встретили. Первая любовь моя земная. Вы начнете чувствовать человека таким же, каким вы его встретили. Все вернется назад. Возвращаться начнем. Первое чувство. Это первый признак. Второй признак. Когда человек будет с вами ругаться, а это неизбежно, люди всегда будут все равно портить отношения друг с другом, так действует судьба. Это неизбежно. То у вас к нему чувство хорошее будет возвращаться очень быстро. Или через несколько часов, или вообще просто на следующий день, или через два дня. Опять прежнее хорошее чувство. Даже после конфликта. Если человек это даже предаст вам, изменит вам, у вас появятся возможности, силы ему простить и возвращать отношения назад. И еще очень важно знать, что когда вы в сердце отношения установили между друг другом, у вас светлая память сохраняется друг о друге. Светлая память означает помнить хорошее о человеке. Помнить хорошее все. Ну и конечно, эти отношения наполнены такой глубиной и чистотой, что это невозможно передать словами. Это можно только песней передать. Так, например, Робин Дранат Тагор, когда он уходил из этого мира, он написал такие стихи про свои жены, которые потом стали популярной песней в России. Он написал ей о расставании, о том, что скоро расставаться. И он написал ей, как относиться к этому в виде стихов. Я уплываю, и время несет меня с края на край. С берега к берегу сот мили, кот мили, друг мой, прощай. Ты посмотри, ты посмотри без отчаяния. Смерть, побеждающий вечный закон. Это любовь моя. Это любовь моя. Ты посмотри, ты посмотри, не осталось ли что-нибудь после меня. Классно? Есть много хороших песен, которые указывают на чистоту вот этих отношений. Пусть наша жизнь не течение плавное, Главное, что было, нужно, что было в ней самое главное. Сердцем хранимые, сердцем хранимые, наши любимые. Понятно, да? Сердцем хранимые означает связь есть. И песни указывают на связь с сердцем. Это очень чистая, хорошая жизнь. Но чтобы она такой была, нужен труд. Труд, понимаете? Я смотрю на вас, мало у кого из вас есть связь в сердце с близким человеком. В основном блоки стоят. Блоки означают, что вы его не видите, человека. Не понимаете, вы видите только свою обиду, свои потребности, свои просьбы к нему. И этим обидой, потребностями и просьбами живете. Вы по факту не видите, не чувствуете человека. Многие из вас. Не хочу показывать пальцы. Это пустая, бесплодная жизнь. Мне нет смысла. Причина такой жизни очень простая. Сердечко надо чистить так же, как зубы. Каждое утро. Иначе сердце начинает вонять. Понимаете, плохая тяжелая судьба каждый день скапливается в сердце. Она сердце закрывает. Сердце чистится с помощью покаяния, молитвы, духовной музыки, чтения священных писаний. С помощью того, что мы со святостью соприкасаемся. Понимаете, любовь, чистота в сердце идет от Бога. А Бог связан с нами через священные писания, святые места, святую воду, освященную пищу. Понимаете, через разные источники, которые приносят чистоту в жизнь. Святую воду. Все это даже не помогает. Кому поднимите? Слово. Кто сказал? Нет. Задовало. Что значит не помогает? Человек все время умолит. И? Не надо доказать расстаться, что в семье отношения. Больше. Проблем. Больше становится проблем. Значит, человек фанатик. Вот смотрите, я сейчас вам приведу примеры Допустим, я перестал пить, бросил пить У меня есть два варианта поведения потом дальше Эти варианты зависят от того, как я воспринимаю свою возможность не пить Если я считаю, я бросил пить Это значит, что благочестие, которое возникает из-за трезвости, оно приводит к гордости И такой человек начинает ненавидеть всех, кто пьет Говорит, пьяница, скотина, ненавижу То есть он портит отношения реально Смотрите, он бросил пить, вроде бы лучше сердце должно стать, а оно становится еще жестче Человек, допустим, бросил есть мясо Питаться без мяса более чистая жизнь, более возвышенная И здоровая, на самом деле Это уже все диетологи знают Это уже ни для кого не секрет И тот, кто ест мясо для него, это кто? Трупоеды, ненавижу Это означает гордость? Чтоб мяса в квартире не было Ясно, что это разрушает отношения Или, допустим, вы стали верующим человеком, а ваш близкий человек не верующий Как можно жить с этим человеком? Это значит, что вы стали просто гордым У вас вера в сердце не появилась Появилась гордость Понимаете, достаточно чуть-чуть благочестия в жизни получить И люди чаще всего становятся не лучше, а хуже Потому что их сердца становятся фанатичными и каменными Это признак того, что глубоких кардинальных изменений в сердце не произошло Потому что это благочестие они хотят использовать для того, чтобы менять других, а не себя Понимаете? Если человек перестал есть мясо, какое изменение в сердце должно? Он должен стать добрее Должен стать нежнее к людям Больше прощать Если человек перестал пить, он должен стать сильнее У него должна сила воли на работу над собой появиться, а не на то, чтобы мучить других Если человек молится, это не значит, что он должен каменную стену вставить между собой и теми, кто не молится Почему у вашей знакомой хуже отношения, несмотря на то, что она молится? Вы можете мне ответить теперь на этот вопрос? Ну, продолжим нашу беседу Теперь понятно вам? Вы увидели то, что я сказал мне? Если человек по-настоящему правильное отношение с Богом строит, его сердце становится больше любви А любовь растапливает сердца Вот представьте себе, что я читаю лекцию сейчас И от этой лекции человек начинает больше ненавидеть других Начинает больше злиться Больше глупости делать в жизни Это возможно? Возможно Если он ее воспринимает неправильно Но если у меня сердце будет много любви и смирения То даже в этом случае он отрезвеет этот человек Понимаете? Все зависит от меня Если я буду делать все правильно То как это может превратиться в зло? Согласны со мной? Таким образом, такие противоречия, которые вы называете, это всего лишь безграмотность Часто люди занимаются духовной практикой без руководства Это же жизнь, которую надо понять Это самое трудное знание в нашей жизни Очень трудно это все понять Какую веру выбрать, каким путем пойти Нужно руководство, нужно изучать все это Субтитры создавал DimaTorzok